Честная подготовка к выборам. Единая Россия подвела итоги предварительного голосования. Чем и кому полезны родники и специалисты берут пробы во всех городских источниках. Возвращение героя 40-х в Федоровском районе перезахоронили останки рядового, который числился пропавшим без вести 70 лет. Открыто народу. 8 сентября в регионе пройдут выборы в представительные органы муниципальных образований региона и дополнительные выборы депутатов в Саратовскую областную и городскую думы. В преддверии этого события Единая Россия провела предварительное внутрипартийное голосование. Его итоги стали главной темой заседания регионального политического совета партии. Напомню, до выбора в городской парламент пройдут по двум одномандатным округам в Ленинском районе Саратова, в областной по трем, в Ленинском, Заводском, а также в Ртищевском районах. В процедуре внутрипартийного голосования принимали участие, помимо членов нашей партии, представители Общероссийского народного фронта, таких организаций, как Союз пенсионеров, Совет ветеранов, Молодая гвардия Единой России, Общество инвалидов и ряд других. Это была достаточно широкая такая площадка и возможность выступить была предоставлена абсолютно каждому. Мы считаем, что это хорошая процедура, поскольку, с одной стороны, это и возможность заявить о себе, это и некий опыт публичного выступления, это, если хотите, и начало агитационной работы. У Единой России одна задача, чтобы были выдвинуты достойные кандидаты, даже не члены партии, они могут не быть членами партии, но представляющие интересы жителей, отстаивающие интересы жителей, из-за которых проголосуют жители на данной территории. Также на заседании политического совета шла речь о партийных проектах, которых более 40 сторонники партии и общественники предлагают интересные идеи, многие из которых находят воплощение в новых уникальных региональных программах. Одну из них под названием «Сельский дом культуры» сегодня утвердили. Это хороший проект, который направлен на людей, живущих на селе. Треть жителей Российской Федерации проживает в сельской местности. И создание нормальных комфортных условий, создание нормальной хорошей среды – это одна из главных задач партии «Единая Россия», что мы на самом деле своими делами и подтверждаем. Окончательно утвердить кандидатов на дополнительные выборы в Саратовскую областную и городскую думы «Единая Россия» планирует в июле на внеочередной партийной конференции. Строительный скандал разгорелся между жильцами домов на улице Чернышевского и предпринимателями, которые возводят в этом районе новую многоэтажку с подземной парковкой. Местные жители бунтуют, потому что считают стройку незаконной и небезопасной. Они обратились с жалобами в редакцию нашей телекомпании. А застройщики в свою защиту приводят весомые аргументы. Обе стороны выслушала Мария Смирнова. И такая цензура – нормообщение жителей рабочих с октября прошлого года. Тогда первые впервые попытались взять приступом неприступную стройку. Четыре этажа будет стоянка, пять этажей еще будет сверху. Это значит, нас закроют вообще. Страх, что новая стройка погрузит их дома в тень, меркнет перед другим. По словам жителей, стены пятиэтажных зданий покрываются трещинами. Вот в пятиэтажной трещины, вот в этом доме трещины. В три года. Она сущна для своего возраста проблемах. О детской площадке, которая и так находилась в опасной близости к дороге, теперь остались качели. И последнее, что у нас тут вот песочница стояла вот здесь, вот как они у нас отняли вот этот вот отсек. Мы сами привозили, нанимали машину для того, чтобы наши хотя бы дети в этом в песке, в этом в земле поковырялись. Все как один жители твердят, их ввели в заблуждение. Обещали построить детскую площадку, а возводят жилой дом с подземной парковкой. Двое мужчин и женщина. Говорят, мы собираем подписи для того, что здесь будем строить площадку. Вот именно сказали. Я говорю, ну очень хорошо. Я говорю, домов-то много здесь. И я, конечно, подписалась. У него своя правда, подкрепленная документами с многочисленными подписями и печатями из Саратовой и Москвы о безопасности стройки. Запроектировали бурно-бивные слои, которые армируются, которые обвязываются ростверком, обвязываются анкерами и позволяют копать клаван до 15 метров глубиной. Безопасный, по его словам, метод строительства позаимствовал у Будапешта. Там сейчас реконструируют Будайский дворец. Без страха за объект культурного наследия ЮНЕСКО. Нами были поставлены маяки. И в процессе строительства, пока мы ведемся, маяки эти все на сегодняшний день стоят. Мы ввели мониторинг сами в течение двух недель. После этого администрация заводского района взяла, в связи с жалобами жильцов, взяла этот мониторинг на себе. И напоследок показывает то, что было до его стройки. Мусор и те же злосчастные качели. И правда, собирали подписи в поддержку строительства детской площадки. Но как бонус за неудобства, причиненные стройкой, жители оказались против. Из 300 подписали 170. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ-Центр, Саратов. В Саратове проверяют качество воды в родниках. В течение трех дней специалисты брали пробы из 19 источников. В итоге они хотят сделать вывод о полезности родниковой воды и проинформировать об этом жителей. Наталья Тарасова приняла участие в подготовке к исследованию. Этим маршрутом Алексей ходит уже больше 20 лет. В канистре почти недельный питьевой запас для всей семьи. Говорит, что вода из этого источника обладает особенными целительными свойствами. Например, его отцу помогла победить последствия инфаркта. Мы давали очень маленький прогноз. Он проживет 2-3 года, но самое больше 5 лет. Он прожил здесь 13,5 лет. Ее пьешь и не напьешься. Она чистая, холодная. Никакого отстойя нет. Даже в чайнике накипь. Вот сколько у нас чайника уже 5 лет. И накипи никакой нет в чайнике. Насколько ощущения жителей соответствуют действительности, установят эксперты. Специальным образом берут пробы воды во всех родниках города. При этом учитывают и показания воздуха, его температуру, влажность и давление. В специальной лаборатории вся родниковая вода пройдет тест на пригодность и полезность. Будем исследовать порядка где-то около 30 показателей согласно Санпина по питьевой воде. Это запах, привкус, цветность, мутность, щелочность, жесткость воды обязательно, сульфаты, металлы. И нитросоединения, нитраты, азотомонийные, нитриты. Нитросоединения специалисты называют самыми вредными компонентами родниковой воды, потому что они негативно влияют на работу всех органов. Чтобы снизить вред, рекомендуют кипятить родниковую воду. Ученые озвучили предварительные результаты исследований, из каких родников можно брать воду для богатырского здоровья. Например, серебряный родник, богатырский, как они называют. А в каких, вот Мочиновский, например, там много нитратов. Это в Завадском районе, который Мочиновский родник. В родниках Саратова из-за особенностей почвы встречается почти вся таблица Менделеева. Что именно входит в состав конкретного источника, скоро можно будет увидеть на специальных табличках. Информация должна быть вывешена около каждого родника, что в составе этой воды, чтобы человек сам знал, что он пьет. Если ему нравится вода с большим количеством содержания железа, ради бога, если серебра, пожалуйста. У каждого родника свой вкус и свои целебные качества. Когда около источников появится информация о составе воды, каждый сможет решить, подходит она ему или нет. Наталья Тарасова, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов. В Саратовской области всерьез взялись за продвижение спорта и здорового образа жизни, причем не только в крупных городах, но и отдаленных селах. В Пугачеве эту тему обсудили на специальном совете. В нем принял участие губернатор Валерий Радаев. Специалисты в отрасли спорта затронули тему доступности флоков, нехватки кадров, а также провели показательный матч по волейболу между командами правительства и пугачевских спортсменов. Репортаж Ксении Зубиной. Сменили привычные классические костюмы на не менее привычные спортивные. Кабинет министров в очередной раз на собственном примере показывает. Здоровый образ жизни сегодня в приоритете. Один из многих товарищеских матчей с районной командой. Это уже традиция проводить, что называется, выездные игры. Таким образом пытаются продвигать спорт в массы, несмотря на многочисленные проблемы. Квалифицированные специалисты – одна из них. Найти грамотного тренера сейчас очень сложно. Не привлекая детей из районов, не давая им возможность где-то жить, кушать и тренироваться в обязательном порядке два раза, без этого невозможно вырастить нормального тренера-преподавателя. Нам наконец-то как бы выделили хорошее помещение, из которого мы частично сделаем общежитие, где будут проживать иногородние. Обо всех проблемах, с которыми сталкиваются и педагоги, есть спортсмены, говорят, на первом совете по спорту при губернаторе области обсуждают и хроническую нехватку кадров, и доступность помещений для занятий. Многие секции вынуждены арендовать залы за свой счет. В целом спортивная школа тратит около 20% всех выделенных бюджетных средств на аренду без занятий. Это если не считать на тренировке, которая у нас проходит в среднеобразовательных школах, на безобразовательной основе. Несмотря на то, что в области постоянно строят физкультурно-оздоровительные комплексы, многие из них просто недоступны для населения, или стоимость абонемента слишком высокая. Эту проблему, как и кадровый потенциал, тоже нужно решать в кратчайшие сроки. Нам многое нужно с вами обсудить и проанализировать, а также вынести конкретные решения для реализации их на практике. Для того, чтобы решать проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены, в составе совета создадут специальные рабочие группы. В них войдут не только чиновники, но и те, кто участвуют в соревнованиях. Для них главной задачей станет помощь в развитии спорта в регионе. Семью Зубин, Антон Романов, ТВ-Центр, Саратов. В «Энгельс» обсудили проблемы муниципалитетов, как предоставляют многодетным семьям земельные участки и как организовывают детский отдых. Эти вопросы стали главными на Совете муниципальных образований области. С его участниками «Энгельс» также поделился положительным опытом благоустройства. Репортаж Жанны Гольцовой. Раннее утро центральная площадь «Энгельс» уже через несколько минут сюда прибудут делегации всех муниципальных районов и городских округов Саратовской области, чтобы принять участие в крупнейшем семинаре совещаний, который проводит Министерство по делам территориальных образований. Рабочий визит начинают неформально, с экскурсии. Главы районов изучают, какой он лучший город области. В этом году «Энгельс» вновь занял верхнюю строчку в рейтинге муниципальных образований. Район замечательный, и, ну, наверное, мы делаем много для того, чтобы он стал еще лучше. Хотя, конечно, и понимаем те задачи, которые стоят перед нами. По мнению министра по делам территориальных образований, Людмила Жуковская и такими же благоустроенными должны стать все города-губернии. Но пока это лишь долгосрочные планы. На повестке дня более горячие вопросы. Решить, как помочь многодетным семьям и создать условия для полноценного детского отдыха. Совещание мы проводим совместно с Ассоциацией Совета Муниципальных Образований Саратовской области. Поставили с нашей точки зрения очень актуальные вопросы. Они были обозначены нам районами. За последние десятилетия здравительных лагерей стало в разы меньше. И это несмотря на то, что рождаемость не упала. Просто требований к детскому отдыху стало больше, а финансирование осталось на прежнем уровне. Изменились санитарные нормы, изменились требования. Вообще изменилось все. Даже по лесистости, озеленению и то требования поменялись. Сегодня оздоровительный отдых возрождают. Например, в Балаковском районе с начала лета работают четыре детских лагеря. Сначала руководители боялись не набрать полную смену. Теперь думают, как вместить всех желающих. Первая смена, как правило, бывает проблемная. Мало путевок, бывает мало родителей, которые хотят. В этом году с этим проблем нет. Не перестает быть актуальным вопрос обеспечения землей многодетных семей. Сегодня таких в области проживает более 14 тысяч. Больше половины годами стоят в очереди на расширение жилищных условий. В Энгельсе ситуацию уже начали решать за счет освоения федеральных земель, находящихся в черте города. И, возможно, скоро примеру этого муниципального образования последуют и другие районы области. Жанна Гольцова, Олег Ритонов, ТВ-центр, Саратов. Бизнес сегодня защищать нельзя кошмарить. Так была сформулирована тема заседания делового пресс-клуба, который прошел в областной торгово-промышленной палате. Предприниматели, чиновники, силовики и общественники пытались определить, где в этой версии знаменитого «казнить нельзя помиловать», сегодня уместно ставить запятую. Наталья Сулюкина стала свидетелем разговора на острейшей темы, по которому развернулась дискуссия и прозвучало немало дельных предложений. Как и везде. Недобросовестные чиновники и недобросовестные предприниматели в том числе. Не скрывает подводные камни деловой жизни президент торгово-промышленной палаты, но дополняет. Это не влияет на взаимодействие власти и бизнеса. Яркий пример – открытая дискуссия с участием обеих сторон. Предприниматели и чиновники обсуждают актуальную тему. Бизнес сегодня защищать нельзя кошмарить. В настоящее время отношения между региональной властью и местным бизнесом смело можно охарактеризовать как партнерские. Однако, куда правильно поставить запятую для себя, определили пока только сами бизнесмены. Четко обозначает свою точку зрения в этом вопросе и эксперт в отрасли бизнеса Максим Фатеев. Все-таки наша позиция такая, что защитить запятая нельзя кошмарить. И это наш призыв. Не просьба, а призыв к власти. Ставит интонацию на слове «защищать». На это хочет обратить внимание не только власти, но и общественности. Каждый должен понимать, что те деньги, которые получают пенсионеры, которые выплачиваются нашим детям, матерям и так далее, и так далее, это деньги, которые сначала были заработаны предпринимателями. Не отрицают того, что саратовский бизнес играет важную роль в развитии экономики региона. И областные чиновники идут навстречу местным предпринимателям. Правительство Саратовской области, как власть, мы очень заинтересованы, чтобы малый бизнес на территории Саратовской области развивался. 275 миллионов только из федерального бюджета придет средств на поддержку малого среднего бизнеса. Такого не было никогда. Но все же полностью принять позицию защитника Саратовского бизнес-сообщества власть пока не готова. Бизнес должен сам развиваться, он должен сам себя продвигать, он должен сам себя тоже защищать. Запятую надо поставить и туда, и туда. То есть защищать чрезмерно нельзя, но нужно поддерживать. И кошмарить, безусловно, нельзя. Нейтральная позиция власти не смущает бизнесменов, а некоторые даже меняют формулировку вопроса. Вместо слова «защита» ставят другое, по их мнению, более подходящее. Вот поддержать, да, предприниматель – это по определению сильный человек. Если человек решил заниматься бизнесом и стать предпринимателем, он берет на себя уже ответственность, это трудно. Сходится в одном. Для того, чтобы саратовское предпринимательство развивалось и по-прежнему было конкурентоспособным, прямое взаимодействие обеих сторон просто необходимо. Наталья Сулюкина, Илья Харитонов, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов. Долгий путь до дома. Останки героя, который в 40-е защищал родину, торжественно перезахоронили в селе Семеновка в Федоровском районе. Рядовой красноармеец Николай Ходак погиб в боях на Ржевском выступе в августе 42-го года. Останки были найдены и подняты 2 мая поисковиками московского отряда «Победа». Более 70 лет он числился пропавшим без вести. О возвращении героя Марии Смирнова. Я ехала по дороге и остановилась, и я думала, такое известие. Аварийку включила и стояла. Когда домой приехала, муж говорит, ты чего? Я говорю, ты не представляешь, какую я новость привезла. Новость, которую ждали 70 лет. Именно столько в земле по отржевам пролежало тело родного дяди, которого, правда, никогда не видела. Нашли прям на чистый четверг, а мне сообщили в субботу. Я, конечно, сразу поехала на кладбище к папе. Сказала ему, что нашелся твой братик. Потом шла к бабушке, к могиле. Самая близкая к роду Ходак из всех родственников. Именно ей передали вещи покойного, рядового, который воевал на фронтах Великой Отечественной. До смерти менее полугода. Найдена записка в медальоне. В ней написано «Ходак Николай Максимович». Военное звание «красноармеец». Прахана решила захоронить в родном селе дяди Семеновка, Федоровского района. Туда силами областных чиновников направляет останки, могильную плиту и крест. В прошлом году мы в рамках вахты памяти провели перезахоронение найденных поисковиками останков трех саратовских воинов в Аткарском районе, в Энгельсе и в Саратове. Впервые торжественно скорбят по ранее пропавшему без вести. За 70 лет больше не нашли ни одного их односельчанина. Это когда вы сделали? В каком году? Когда был дурак. Петр Головешко – старейший житель небольшого села. Ему было 14, когда из этого дома на фронт забрали Николая Ходак. Фуры ездили прямо так вот, полно сидят. Ну тогда, наверное, не фуры были, а грузовики какие-то. Какие эти грузовики? На лошадях. Никто из присутствующих не знает, как выглядел герой их села и вряд ли когда-нибудь увидит. Фотографии надгробной плиты тщетно искали в военных архивах. В школе, где учился, не нашли родственники, хотя они пристально вглядывались в сохраненную семейную хронику тех лет. Просто время начисто стерло из памяти образ рядового Ходак. И чтобы подвиг не был безликим, его увековечили словами Твардовского. Я убит подоржево, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ, Центр, Саратов. В Саратове открылся фестиваль уличных видов спорта. А сегодня на театральной площади прошли показательные выступления и соревнования по кроссфиту, скейтборду, стритболу, армалифтингу и футбольному фристайлу. Вероника Арапова убедилась в том, что движение – это жизнь. Смотрите, с какой скоростью выполняет упражнение. Молодцы, уже нагнал! Давай, Женька! Примодил масштабную спортплощадку, так называемый кроссфит. Сложнейшая флоса препятствий для педагога города. Мероприятие, которое мы сегодня проводим, оно проходит впервые в городе Саратове. Ребята выполняют 10 упражнений подряд без отдыха. Это уже очень серьезное утяжеление. Спортивный фестиваль обидел всех, кто ведет здоровый образ жизни. Число любителей здорового адреналина растет с каждой минутой. Демонстрируют свое мастерство. Здесь же проходят соревнования и показательные выступления по фристайлу на роликовых коньках и скейтборду. Вообще отлично, многое значит. С другого города приехал, чтобы принять участие. Но на этом красочное шоу не заканчивается уже завтра. Спортивный марафон продолжит соревнования по фристайлу, а в воскресенье любители горных велосипедов встретятся в природном парке Кумысная поляна. Вероника Арапова, Дмитрий Скалов, ТВ-центр, Саратов. Шоу воды, огня и света. На целый месяц Саратовский цирк погрузился в сказочную атмосферу. Там идет уникальный цирковой проект, который подготовили столичные артисты. Каждый номер – драматический сюжет, а программа – как полноценный спектакль с яркими героями и декорациями. На премьере была Влада Черняева. Главокружительные пируэты под куполом цирка в исполнении признанной гимнастки. И это лишь начало новой программы, билеты на которую уже скупили задолго до премьеры. Сегодня здесь настоящая премьера. На сцене цирк Никулина шоу «Воды, огня и света» проходит при полном аншлаге. Захватывающие трюки и потрясающая музыка. Зрители не отрывают взгляда от манежа, на котором артисты забывают о волнении и страхе и полностью отдаются номеру. Страшно везде и всем всегда бывает. Но когда работаем, мы об этом не думаем, потому что думаем о другом. Думаем о том, чтобы хорошо отработать, чтобы понравиться зрителям, таким потрясающим зрителям, как здесь. Очень хорошие, очень доброжелательные люди. Нельзя научить, но можно научиться. Иллюзии поражают воображение нескушенных зрителей. Анатолий Сокол – заслуженный артист России, иллюзионист в третьем поколении. Хоть и волшебник, но в цирковые приметы верит. Нельзя сидеть стеной к манежу на барьере. Это неуважение к артистам цирка. Нельзя есть семечки в цирке. Если кто ест семечки, не будет зрителей. Вот такие приметы. Есть примета такая, что вот артист подготавливается перед самим выходом, и ему кто-то перешел дорогу. Обязательно что-то не получится. Или акробатический трюк, или фокус, или что-то еще. Фонтан высотой в 27 метров в центре манежа. Еще один сюрприз для зрителей. В зале ни одного свободного места. Восхитительная игра, свет и воды, смешные клоуны-толстяки, гимнасты и жонглеры покоряют публику. А громкие овации – не высшая оценка феерическому шоу. Влада Черняева, Шейн Амдулаев, ТВ-центр, Саратов. И пятничные итоги опроса. Недавно в Госдуме рассмотрели поправки в законодательство, касающиеся детей-сирот. Мы решили узнать у жителей города, как они относятся к усыновлению иностранцами российских детей. Абсолютное большинство, 61%, одобряют подобные виды усыновления. Пятая часть опрошенных считает, что дети должны оставаться в России. И 13% респондентов положительно относятся к усыновлению российских детей, но при условии, что иностранцы традиционной сексуальной ориентации. Лишь небольшому количеству граждан безразлична судьба детей-сирот. Если их не могут усыновить отечественные граждане, почему не усыновить иностранцев? Я считаю, что если ребенку лучше будет жить там, то почему бы и нет? Потому что у нас не все семьи отличаются друг по-лучшему. Я так думаю, что если бы проще было усыновлять у нас в России, то у нас бы очень многие взяли. Там видится, что телевизор показывает, нас посвящают, обижают там наших детей, кто к ним относится. Мне кажется, без разницы. Что наши усыновляют, что другие. Что, у нас, что ли, дурдома нет, если усыновлять? Такой же дурдом. Вопрос контроля просто за тем, какие-то люди, а если это нормальные люди, то почему нет? В следующую пятницу мы подведем итоги опроса на тему пляжного отдыха в Саратове. Довольны ли жители города обустройством местных пляжей? Всех, кто желает высказаться по этому поводу, съемочная группа телекомпании ТВ-центр Саратов ждет на проспекте Кирова напротив консерватории в четверг, 27 июня в 17 часов. Это были все новости к этому часу. Более подробную информацию ищите на интернет-канале forpost.tv. Там вы можете оставлять свои комментарии и пожелания. Оставайтесь на канале ТВ-центр. Имидж ведущих создан студией красоты Дива. Спонсор программы компания Альянс Авто.